Всем привет, с вами Яллгеймс и сегодня мы отправимся в огромный хлебный город, в котором мы вкусно покушаем, отдохнём в отеле, покатаемся на танках, зайдём в огромную башню, найдём заплесневевшего пряника и много чего ещё. Также в этом городе присутствует очень много декора и различных механизмов. Ну а перед тем, как мы начнём, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, ну а также написать ваши идеи для видео в комментариях, ну а мы начинаем. Наши страшные, опасные. Да ладно, я шучу, но это не точно. Начинанием, погнали. Да, немножко лагает. Ну, сперва мы можем зайти в магазин. А, окей, погнали. Так, ну а ж тут весь город, все дороги состоят из хлеба, даже железные дороги состоят из хлеба и тортиков. А сейчас мы идём в хлебный магазин, только мне кажется, что он немножко заплесневел. Это не хлебный магазин, это кафе. А, ну кафе. А почему, ну он из хлеба, кафе из хлеба, но почему он заплесневел? Если что, хлеб покрыт специально краской, которая не позволяет ему заплесневеть. Ясно. Так, вот мы попали в хлебное кафе, тут нас встречает хлебный менеджер. Здравствуйте. Тут уже конверты съели. Вот наш лагучий хлебный менеджер. Мемеджер. Хлебный менеджер, давай хлеб. Так, сейчас давайте сядем за столик, он нам всё принесёт. Идём. Хлебный король. А я тут сяду. Эть, эть. И где наш заказ? Я заказывал себе тортик. Давай хлебный. Ты что заказываешь? Да, в принципе тоже тортик. Сейчас я доставлю. Доставит. Эть. Кажись, какие-то проблемы. А почему не умеешь в руках? Мне кажется, это опасно кафе. Ну, ты набирал работников. У тебя надо спросить. Я вообще его не знаю. Я нанял другого работника. Это крутой работник. Ты ничего не знаешь, как будто. О, видишь, он нам принёс еду в срок. Эээ, правда, думаю, что это хорошо. Короче, еле как этот хлебный торговец. Выбежал отсюда и пошёл дальше отдыхать. Ну вот наш заказ, тортик. Давай куфать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусная кафешка. Тут стульчики тоже состоят из чего? Из шоколада и конфеток. Да, пряники. А что тут ещё есть? Ммм, хребные тортики. Серёжные. На складе. На складе есть хлеб. Да. Что-то кружочки какие-то маленькие. Я не понял, нас что за скамить хотят? Продавец магазина. То есть кафешки. Ммм, да, много не попьёшь. Ну ладно, пошли. О, тут у нас хлебушек. На пряниковой полке. Не легче кафешку съесть? Да, в принципе не влезет. Так, ладно, куда мы пойдём сейчас? Давай в магазин. А где магазин? А, вон тот что ли? Написано. Маркет. И он тоже из пряников и запресневелого хлеба. Да нет, тут плесень пока. Сюгар. Сахар из Майнкрафта. Какой красивый, кстати. Это сахар. Так, только... Мешочек. Тут у нас пряниковые полки. Пряниковые пирожные полки с молоком. Круто. Какая-то не пирожная дверь. Что за ней? Там склад. Только он пустой. Вот думал, что весь магазин раскупили. Понятно. У нас малюсенький калькулятор для сложных вычислений. И пряниковые весы. Наверное, взвешивают всё очень ценно. Так, вот такой был пряниковый магазин. Или хлебный. Так, что тут везде я вижу вот эта железная дорога. Очень красивая из хлеба. Куда мы сейчас отправляемся? Можно в отель пойти? Отель. Что это за башня такая огромная? Хлебно-королевская. Я забудился. Так, сейчас мы отправляемся в пряниковый отель. Кто нас там встретит? Где рабочие менеджеры? А где он? А, вот. Хотел, да? А ты где? Хотел. Вот тут такой королевский хлеб. Пошли. У меня тут просто пилинг больше. Понятно. Пряниковые... Всё тут из пряниковых. Тут одни пирожные везде. Так, я так понял, сотрудник данного отеля. Давайте у него закажем билетик. Здравствуйте. Добро пожаловать. Можно мне один билетик на самый крутой номер? Где он находится? Какой номер? Говори. Сотрудник отеля. Какой номер? Первый. Ууу. Самая первая комната. Пошли. Мы вместе с боссом, да? Там. Хоп. Заходим в дверь. Так, тут у нас вроде бы туалет. Э, кажется, мне бракованную комнату дали. Там кроме унитазов ничего нету. Комната на втором этаже. Не за скамеле? А. Да я уже думал, в туалете просто не лежит. Так, первая комната, да? Наши на втором этаже. Ладно. Так, вот эта комната. Тут пряниковая постель. А почему всё розовое? Это пряники. Вот тут он. Тут везде полки. И еды нету, потому что голодать не будешь. Может дверь съесть, кровать съесть. Может даже ноутбук. Куда идём? Давайте посмотрим комнату соседа. Здравствуйте, сосед. А, у вас тут всё то же самое. Думаю, сначала я съем вашу комнату, а потом свою. У нас везде полочки с нишечками, можно их почитать. И также везде хлебные окна, которые состоят из прозрачного хлеба. Ну, чё за технологии? Кажись, я не понимаю, как ты до сих пор не растолстил? Ты же в городе, где только сладости. Идём? Утей их не обязательно есть. Да? Я думал, тут полотеля уже съели. И куда же мы отправляемся, да, Илья? О, мой какой. Большая статуя хлеба. Это Великий Хлеб Потапыч Первый. Или второй? А чё, менеджеры отеля тут делают... О, кнопка. Какая-то циферка. Я на неё нажал. Всё, нажал. Так, ладно, пошли дальше. Тут у нас везде хлебные уточки живут, да? Ого. Это что за хлебная вода? Или уже не хлебная? Пряниковое море. Вот мы и покупались в Пряниковом море. Кстати, внимательно посмотри на всех уток. Вот вы пасхалку на них. Это сладкое. Так, какую пасхалку? Так, вот утка, у неё впереди хлеб коронный. Нужно будет нажать на одну утку, так и будет пасхалка. Ну, если это утка, это и не пасхалка. Мне кажется, этой утке нехорошо. Ты чё тут крестил на железной дороге? Это, знаешь, как в Майнкрафте. Да, решила проездить. У нас... А, ну да, пойди, можно. У нас на хлебе ещё одна хлебная уточка. И на какую уточку мне нажимать? На иди. О, у неё синий глаз. Сверху нажми на них. Нажал. И? Распитать надо было. И? Ты ещё раз нажми только один раз. Всё, больше никто не... О, у меня на какой-то портал навелась камера. О, там загорелась одна кнопка. А чё в этом портале? Блин, реально интересно. Потом увидишь. Мне кажется, там что-то интересное будет. Поэтому обязательно нужно дойти до этого момента. До него не дошли. Нужно поставить лайк и подписаться на канал, чтобы мы до него дошли. Пошли ещё пасхалки, скажи. Пасхалки? О, я тут вижу автобус. Автобус, к сожалению, по техническим неполадкам не работает. Из-за богов Роблокса он залит. А чё? Самое главное. Ну ладно, тогда я расскажу, как работает этот автобус. Этот пряниковый автобус со вкусным пряниковым водителем, которого едят на обед, на искусственном интеллекте, едет по всей этой дороге по кругу. Только, кажется, пряниковый человек устал. Поэтому никуда нас не везёт. Я вообще в воздухе завис. А куда мы отправляемся теперь? Давай попробуем попасть в башню. Давай. Везде у нас такие хлебные дороги, пряниковые... Вообще тут всё такое... Даже дерево из хлеба, на которых растёт хлеб. Это ж охрана, вот. Так, тут у нас две кнопки не хватает, кажется. Пустите меня в башню. Что? Надо бы найти две кнопки. Так, одну мы уже нашли, осталось ещё две. Надо поискать. Помню, вроде вот тут, да? Я помню, где они лежат. Так, одна нашлась. Она была у кафешки. Мне кажется, другая в автобусе, да? Да. Только в неё не только идёшь. Чё, залезем. У меня осталась ещё одна кнопка. А, мы на кнопку не нажали, там она не загорелась. Мне кажется, это снова багги роблокса. Это не багги роблокса. Так, и вот последняя оказалась в автобусе. Так, я на неё нажал. И теперь мы идём к этой панельке. Одной кнопки не хватает. А, ты всё же не нажал на ту. Одной минутой позже. Всё. И вот мы разгадали секретный тайный шифр этой двери, да? Он совсем не тайный. Мне обо всём уже рассказали. Пароль, это хлеб. Хлеб. Ну, гениальный. И как вводить его? Так, просто нажимать. Хэ, эээ. О, открылось. Вот мы разгадали секретный шифр. О, один. Нажимаем на него, и загорается ещё одна кнопка, да? Хопа. Теперь мы уже нашли две пасхалки, осталась одна. Опять этот лифт. Хэ, хэ. Какой же классный хлебно-пряниковый лифт. Давайте в него зайдём. А чё, меня закрыли? Помогите. О, чё? Ой, кажется, тут что-то не так происходит. Стулья, вы куда? Ладно, давай пропустим. Не-не-не, такое интересное пропускать нельзя. Всё будет хорошо, я знаю. Выходите из лифтовой шарфа. А чё, а чё, тут нельзя быть? А кто придавит? Кто придавит? И кого нету? Только вон, этот маленький, миленький человек. Кто же так хочет, чтобы все подписались на канал? Ой. Мне кажется, на меня что-то падает. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Надо бежать. Фух, я успел. Открой все четыре стула. Как? На ручке. Так их открыть можно? Да. Подождите, кто-то на лифт нажал, чтобы поехали вверх. Опа-на! Я нажимаю на стулчик, и он выдвигается. На него можно сесть. Вот, складные, вот. Они... Там просто рычажки, на него нажимаешь, и она открывается. Всё, я на другой нажму. Вот, нажимаем, и открывается вот тут у нас дверка такая. Очень прикольно. Давай, поехали. Посмотрим, как этот лифт может перемещаться. Ещё одно. Мне кажется, мы кого-то там забыли. Заходите. Давай, погнали. Вот, направляемся на этом лифте. Так, кажется, мы застряли в хлебном лифте. Худшие кошмары начинают сбываться. Я... Я... На... Не надо опять лезть в этот лифт. Лифт это вообще очень опасная штука. В них лучше вообще никогда не лезть. А он не может вот так сломаться, и всё. И мы застряли. Хотя рядом с нами выход. Так, что? Смотри, лестницы нет. Мне кажется, лифт уехал без нас. О, нет. Во, мы поехали на лифте. Неужели его починили? Опа, опа, опа. Мы поднимаемся и поднимаемся. Опа. И куда же мы приехали? Так, встаем. Давай садиться. Садиться? Да. Мы ещё не приехали. Тут же есть. Мы приехали, всё. Давай садись на... Нет, не на лифте, не в лифте, а на диван. Сажусь на диван. Что теперь? Только три места теперь. КАЖДЫЙ РАЗ отсеивается один человек. То есть один лис. Сначала минус купас, потом минус сондер, и теперь мы уезжаем без лисов. Что это за комната управления? Садись со стульчика. Кажись, я понял, сейчас я буду стрелять с ракетами. Э, стульчик освободите. Давай с стульчика. Ммм, ну очень красиво. но у тебя на первое лицо так поворачиваемся на этом эпичном так может нажимать на панели они открывают так вот я и на панели управления чё делать можешь нажать на любую панельку и откроется какая-то часть ваш цифры римские 1 до 4 это турели попу сверху панель ракета но естественно открывают оборот сказать для ракет а башня открывает самую мощную пушку который разнесет все что ты знаешь что я только что сделал я боюсь это сказать я нажала на все кнопки предохранить а защита глухов можешь открыть место для ракет перед ним а вот я открыл а и все да вот быстро красные кнопки закончились и в комната для управления где вот это а я вижу тут есть джойстик силами на красную кнопку для то что повернуть повернуть так у нас получается у тут дорогой на красную кнопку что повернуть а я понял вот у нас тут получается такой стульчик компьютер джойстик и короче можно управлять ракетами только не могу на стулу сесть теперь мне куда-то надо нажать наверное на желтую и активируется ракета один раз нажимаю только так вот эти ракеты ничего не с ними делать как летать оу я таргета упала в бездна ясно баггировался как всегда а как ее было включить не ракета упала давай другую попробую а вот еще одна хлебная к ракета и блин почему они падают хочу а почему они не слетают уже вторая ракета камикадзе упала вниз давай еще одну попробуем когда я пробовал мне сработку ракета номер три и удачно запустить тоже упала все три попытки запустить ракеты были он неудачными короче миндин закончился тут же хлебное топливо быстро кончается да так у меня тут еще две ракеты осталось она полетела на новогодней ракете откуда она у тебя эта ракета может летать сама это же блин как долго делать там уже на какая крутая красивая детализированная ну хлебная блин какая тут то новогодняя ракета видывал атаку ооооооо все взорвем давайте на поезд мы ебу ой что-то ракета какая-то сквозь землю летает вот мы и запустили хлебную ракету бут так и куда мне лететь да довольно крутое управление только на чем может крутиться все пробил землю насквозь Мне кажется, я запутался. Так, пока что лечу. Очень круто, что эта ракета может сама летать, типа, самонаводящаяся. Очень классная ракета, мне нравится, как она летит. Уф. Так, ладно, думаю, пора заканчивать с этой ракетой. Очень классная ракета. Тут, кстати, есть ещё одна такая же, вот, вторая. Оп. Я ей тоже, кстати, могу управлять. Получается... Получается, у нас тут есть несколько ракет, которыми мы можем стрелять. То есть, у нас открывается вот этот хлебный пряничный отсек, оттуда вылатиют ракеты, и после чего ими можно управлять, типа, самонаводящаяся. Это очень круто. Мне они понравились. Мне заки загрузил турель отдельно, потому что там она очень сильно лагала и не работала. Так, вот именно эта часть, только отдельно, да? И, порванная дробь, вылезает турелька, которая может поворачиваться. Чё она не управляется? Чё-то... Так, а, вот. Сейчас эта пушка может подниматься, опускаться и также поворачиваться. Вот довольно прикольно, да, то, что она опускается. Довольно очень красиво смотрится. И, вообще, очень крутая пушка. И то, что она из хлеба по тапочке безобидно вылезает. Такая крутая турелька. Да, вооружение у этого города, вообще, мощное. Ну, город сам очень крутой. Правда, тут немножко... Немножко иногда чё-то ломается. Боже, тут, блин, очень много блоков. И даже сервер окрашивается. Если чё, то там только тронут. Куда идти? Пошли выбрать. Ты чё, весь хлеб съел? А чё, мне не разрешил? Я б тоже поел. Ладно, пошли искать. Весьма обидно. Пол башни съел. Куда идём? Пасхалку искать? А, кстати, да, нам осталась последняя пасхалка. Нигде она? А где последняя пасхалка? А мы тут все здания посмотрели? Мне кажется, нет. Так, кстати, тут, тут пока мы шли, я увидел такой домик красивый. Мне интересно, что в нём? В него можно зайти, тут пока что пуско. А-а-а, я понял, это типа вокзал, да? А-а-а, только нет участка. Получается, хлебный вокзал, вот так поднимаешься наверх, по нескольким этажам, и тут у нас такой вокзал, можно подождать свой поезд. Правда, поезд никогда сюда не приедет, потому что его водителя кто-то съел, мне кажется. Это точно проделки этих лисов. Вот такой красивый хлебный поезд, вон там и можно управлять. Правда, водителя, как я уже и сказал, съели. Водителя в автобусе ещё не съели, а этого, кажется, уже съели. Обидно весьма. М-да. Кажись, хлебного водителя всё-таки тут съели. Там 3-7 пасхалок. Да? Ну, кстати, у нас вот находится, так сказать, вагончик, без крыши, думают, дождь тут не идёт, и это твой друг, который помогал тебе строить. Давайте я на него нажму. И это была последняя пасхалка, которая активирует этот самый портал. Вроде бы активировал, побежали туда. Кстати, тут очень красиво вот это железо-дорога есть, познает сверху. Может, вот это из хлеба сделано. Типа вот так всё под наклонами. Так, и если кто-то не знает, то хлеб сейчас получить вообще невозможно, только используя какие-то официальные читы. Лучше этого делать не надо. Кстати, уходи сюда. Блин, такие красивые хлебные наклоны тут у этой дороги. Да, я иду. Вот такая парковочка. Я иду к порталу с пасхалками. Где он? Так, ну что, заходим? Ну, заходи. Кстати, вот тут у нас, получается, загорелись три тортига разными цветами. Потому что у нас здесь три пасхалки. И мы заходим в это хлебное помещение. О, тут дверь. Она открыта. Что это за хлебные разработки? Тут много компуктеров. А работников нет. Охажись, их тоже съели. На шминном мониторе. Нет, вот этот вот. Ижди. Сейчас питание. Ты включил питание. И... О, я включил питание. Очень прикольно. Значит, тут у нас... надо открыть дверь. Да, туда. Так, открываем дверь в следующее отделение. Опа. О, провису. Ого, тут хлеба танки. Мы, кажется, в район вооружения. Так, 70 град сам покинуть помещение. Покинуть помещение. Тут военный отдел. Вам нельзя видеть секретные разработки хлебограда. Так, тут у нас два хлеба танка с конфетоколёсами, с хлебоколёсами, торта бронёй, конфетопушкой и хлебокорпусом. Очень крутое вооружение. Так, заходим через лазерное облучение, чтобы проверить на то враг ты или друг. Открой, слева от тебя. Так это лазерная дверь. Кажись, меня не пускают. Так, Лис, отойди. Ты сейчас тут всё уничтожит. Нет, ну, Лис, не заходи сюда. Не заходи, не заходи, не заходи. Я должен... Брррр. Ну, как обычно. И куда заходить? А, не управляются дистанционно. А, типа, зачем сотрудникам умирать? То есть, военным. Давайте откроем следующую дверь. Кстати, двери сами закрываются через пять часов. Да? Кстати, да, за нами дверь закрылась. Давайте посмотрим. Да, закрылась. Так, тут у нас четыре друга. У них есть хлебушек, тыква... Ээээ... Квадрокоптеры. С хлебознаками. Эти дроны должны были тоже входить в военные силы, но для них не хватило места. Их выбросили. Тут у нас вроде бы играет музон, да? Телевизор. Это боевые дроны, так сказать. А, вот это что? Тут обычно происходит собеседование. Да, я вижу. Оно очень скучное, я так понял. Ну, раз вот даже стульчик не лежит на месте. Так, открываемся. Просто... Это база... Это база военная, заброшенная уже до... Ну, видно. У меня даже питание пришло включить. И... В следующую дверь можно зайти? Можно. Так, открываем следующую дверь. И... Тут ещё одна дверь. Давайте в неё зайдём. Она, по-моему... Ничего, вот так. Так, ладно, мы ломаем дверь. Ну, как ты и сказала, старые разработки. Так что... Тут даже дверь заклинила. Ага, ну, значит, люди спят. Мне кажется, тут были пряники жили, которые из дневного обновления. Мне кажется, их всех съели. Можно. Ладно, пойдём наверх. Сколько тут же? Пяник! Фух, не так что и много. Так, тут у нас имеется два компьютера с антивирусами вроде бы, да? Да, кстати, эти... Крутой хлебок... Хлебоквариатуры, что? Эти компьютеры для управления танком. Да? Ну, лучше не управляй. Лучше не надо, а то в локаре... Так... Мониторы... Мони... Нажав на монитор, ты открываешь ворот. О! А нажав на кнопку включения танка, ты активируешь танк и можешь управлять. Я уже увидел, как танк управлять. Так, я научился ехать вперёд. У этого танка имеется подвеска. Прикиньте, у хлебного танка подвеска. Во! Сейчас я вступ, ночь куда-нибудь. Во! Как колёса двигаются. Ну да, тут маленький FPS. И тут нет преград, так что плохо видно. Так, там открылись ворота. Правда, соседний танк ей немножко мешает. Включи ПВП. Не надо лучше. Лучше не надо. А то ты сервер гражешь. Тут ПВП очень опасно. Уууу, понятно. Встать. Так, давай тогда за передний танк сяду. А то тут не получается. Что? Открой ворота. Сейчас. Так, вот для чего эти ворота слояли. А я думал, их нельзя открыть. Всё, открыл. Так, вот так у нас эпично открываются ворота. И очень эпично выезжает танк. Только автобус не даст. Ээээ, автобус на таран. Я и так проехал. Блин, какая тут крутая военная техника. Это же надо три пасхалки найти, чтобы только к танку подойти. Прикиньте. Так. А тут ещё есть клавиша EQ. Можно поднять и опустить пушку. Вон там какой-то враг. Так, наверху вон какой-то поезд тебе взял. Так, ты берёшь, вот отъеду. Ой. Не получается. Просто нажмём на Q. Поднимаем пушку. И огонь. И в кого я стрельнул. Ну и ладно. Воздух. Воздух опасный оказывается. Воздух. Воздух. Я ещё чекаю. Тебе надо найти ещё одну пасхалку. У него ещё вращается башня. Так, не надо пасхалку найти. Да, жалко. Так, остаётся у нас тогда последняя пасхалка, да? Где мне её найти? А я подсказку для пасхалки. Я тебе рекомендую проверять все стены. А на этой базе? Да. А можешь просто сказать, где она находится? Ладно, тут, тут она находится. Ха, я бы её пропустил. Тут? Нет, нет, не там. Назад, иди. Там, где пряники спали. Ну вот я там, где пряники спали. Внимательно посмотри на полную. На обои, так сказать. Да, я вижу тут какое-то несовпадение. О, я зашёл. Тут же я. На королевском кресле. Ещё такой красивый. Вообще крутой. Даже меч есть. Да, я вижу. Это лучшая версия мини-фигурки уха. Давайте напишем в комментариях оценку этой игрушки. Я бы написал ей 10 из 10. Куда теперь? Нажми на неё. На неё можно нажать. Да. Там открывается ещё одна дверь. Так, кажись там туда, да? Да. Ну пошлите. Крутой ух показал крутую дорогу. Эх, он гораздо круче, чем я. Да не, наоборот. Так, ладно, я пошёл туда, куда он мне сказал. Эть, эть. А, как лагает. Так, тут у нас какая-то красная кнопка. Я как раз люблю красные кнопки. Так, все люди подозревают, что я нажму на эту кнопку. Но я нажму, не нажму на неё. Всё, я ухожу. Это я не могу не нажать на эту кнопку. Я нажму. Всё, я нажал. Я пытался не нажать. А ну само. Так, так, так. Ой. Что за злодей? Я же говорил, не нажму. Кто это у нас тут? Что за злодей? Я говорю. Пришли просить о пощаде. Какой пощаде? Ха-ха-ха. Не дождёте. Это кто такой вообще? Это плесень. Плесень? Я бывший житель этого ужасного хлебного города. Это плесень. Смотрите, что он сотворил со мной. Да, крутой хлебный город. Я больше не пряник. Я же говорю, тут всё плесень её обросло. И теперь у меня жаз до меси. Да, лучше бы я не нажмал на эту кнопку. Видите эту кнопку на моём столе? Что там? Видите? Видите? Ты чё? Он нажал на неё. Нажав на неё, я взорву весь город. О, нет. В том числе и вас. Спасибо, не надо. Я буду макерить. Прощайте куски свежего пряника. Вам нужно умереть. Мне кажется, нам нужно отсюда сваливать. Нет, не волнуйся. Хорошо. А чё, он ничего не взорвёт? Сейчас, подожди ещё немного. Фу, кажется, пока лисис... А, это ещё не конец. Что с ним произошло? Почему ничего не получилось? Ха-ха, бломал всем. О, нет, меня нашли. Откройте, полиция Леборья. Хлеборь. Видимо, придётся быть в бегах. Чёрт, сбежал. А, всё, он сбежал. Камера повернулась. По-моему, этого угла здесь раньше не было. И чё, это конец? Да. Да, я уже думал, мы все взорвёмся. Эх, обидно. Ну ладно. Всё-таки, тот крутой Ух хотел, чтобы нас всех уничтожили. Очень крутая история. Мне кажется, этот город вообще супер-мега-крутой. Даже куча и лисограда. Что? Ещё в парк осталось. Да, давай пойдём в парк. Пойдём в парк, пока вон тот злодей не вернулся и ничего не взорвал. Нет, я думаю, лучше отсюда уходить. То есть он вернётся, будет плохо. Давай вот отсюда, где танчик стоит. Кстати, колёса танка может истично съесть. Поэтому этот танк легко победить даже без оружия. Если вы очень голодный, конечно. Так, куда идём? Ну, в парк только. Я вижу парк. Лотку на битве построил. Нет. Но в битве не участвовал. Ну да. Обидно, но не обидно. Так, тут у нас хлебопарк с хлебодеревьями с ватолиствой. Лотка ватолиствой. Как это сказать слово? Так, у нас тут заборы из конфет. Их можно съесть. Также у нас тут имеются скамейки из конфетопряников. Также у нас тут хлебные деревья. И растёт хлеб сладкая вата. Так, а если тот человек сказал, что и с ним это сделал хлебный город. То есть я тут буду жить, то я тоже стану заплесневевшим ухом. Ты ещё не пряник. Пока что. Пока что? Да. Я лучше отсюда ухожу. Лотка посмотрю и бегу отсюда. Начинаю тогда смотреть эту лодку. И куда мне заходить? Кабину управления. А куда эта лодка может плавать? Как обычная лодка. И также есть управление у турели. Пустимся под пряник. Для двух-тера трёх человек. Ну, наверное, всё-таки двух. Так. Эй, чё-то. Камера от первого лица можно так смотреть и наводиться. Так, эта пушка с последним обновлением в билд-боте можно стрелять от обычного нажатия. Сейчас только, наверное, на этом будет рассчитано на ПВП. И этот турель может поворачиваться на месте и также подниматься и опускаться вверх. Во. Вообще крутая. Так, сейчас выключаю туда камеру и вот можно смотреть от лица пуши куда-то стрелишь. Во. Очень тихонько. Сейчас звук потише сделаю. Так, вот я целиюсь. Куда мне прицелить? Лай вон в ту ёлку, которая впереди. Да, футар хочешь. Можем пройти за спидранить карабанцы. Нам, давай. Газ в этом на лодке. В другую вроде бы сторону. Давай, я буду тебе помогать. Круто помогаю. Круто из меня помогать. Вот мы отправляемся. Так, сейчас я включаю тогда от лица пушки. И могу он пальнуть по ближайшему камеру. Опа, я уничтожил. Круто. И чё, куда мы едем? Конец. Так, всё. Так, сейчас я буду уничтожать ближайшие камни. Так, вот ещё один камень я уничтожил. Только как-то это, зарядка у него очень долго у этой пушки. Но хотя, да, такой маленький, типа, реалистично. Маленький легковой корабль. С маленькой, слабой пушкой, с долгой перезарядкой. Вполне реалистично. А вот я не очень такая-то, лучше слабая. Мм, что? Ладно. Так, ну что ж. Мм, тут у нас я ещё вижу вот эти два домика, в которые мы не сбегали. Внутрь загляни. Теперь я понял, почему тут ни персонала, ни никого. А чё там внутри? А, можно я прогрызу, так сказать, хлеб, как муравьёй, муравьи? И зайдём внутрь. Внутренний дизайн будет не скоро. Круто! Замечательно. Знаешь, когда зомби-апокалипсиси значимости, у нас то же самое будет. Есть. Во втором доме ещё есть пасхалат просто. Так, заходим во второй дом. И чё? Там наверху, может, на третьем этаже. Чё, я паркурить не смогу? На какой этаж? Треть. Так, я так понял, у нас тут на втором этаже пустота. Крутые живые домики. Теперь я понимаю, почему тут пряник такой заплесневелый. Так, выбиваем окно третьего этажа, пум-пум-пум, и заходим внутрь. Вот тут у нас есть столик. Ооо, единственный хлебный выживший. Это у него Геракл пельмешка. Это что за пельмешка, блин? Маленькая голова, такое тело, такие лапы. Ммм, пряника-человек. Смотрит телевизор. Кажись, он тут до начала апокалипсиса. Так, так что у нас там имеется... А, остальные тоже не заселены. Теперь знаешь, я что предлагаю сделать? Лучше не надо взрывать его. Не-не-не, ты чё? Я такого не допущу. Есть. Ну, тоже можно, но нет. Не надо лакеву. Да, начнётся зомбиапокалипсис. Я не хочу золотой хлеб. Почему разбогатею же? Ну и напоследок мы съедим этот хлебный город. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. У тебя целый год уйдёшь, чтобы его... Да, поэтому я уж не буду его... Кажется, у меня самая лагучая постройка в истории кораблей. Возможно. Не-не-не. Хотя есть и лагучи. Не лаг-машина, а обычная постройка. Я знаю. Ну, если честно говоря, она была бы сам лагучей. Тут я бы даже учил с Ай-9, с РТХ. Лагала бы очень сильно. Если бы я сделал свой план до конца. Это сделать автоматическую жизнь. Тут каждый человек бы ходил, работали бы машины, работали бы спетофоры. Автобус был бы живым, не буквально. И всё это должно было бы быть на поршнях. И сервопривод. Это всё возможно. Просто очень долго и локали будет сильный. Поезд работал до обновления. Всё идеально работало. После обновления. Обновление вышло только вчера. Вечер, ну или позавчера. Там, в субботу. В течение всех двух дней начали появляться. И на этом будет заканчиваться этот мега проработанный, мега крутой, мега хлебный и стопроцентно вкусный город. Правда, заплесневевший. Ну ладно. Чё, ставим лайки, подписываемся на канал. И не забываем проголосовать про этот город в Дискорде. Заранее спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok